Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться вот таким красивым узором. Его я использую для вязания сумок из рафии. Напоминаю, что вяжу я сумки и шляпы в основном из рафии Испи. Вот такой вот рафии. Данный узор можно вязать любым крючком. Я его вязала крючком номер 3. Теперь из основного. Что нам нужно знать для этого узора? Рапорт. Количество петель в вашем изделии должно быть кратно двум. Сам узор состоит из ряда с полустолбиками с накидом и ряда из столбиков без накида. Что нам нужно еще знать? Это я показываю дальше в видео, как вязать ложный полустолбик с накидом, соединительная петля, воздушная петля, непосредственно полустолбик с накидом и столбик без накида. Ну что ж, вводную информацию сказала, теперь приступим к вязанию. Данный узор не требует установочного или подготовительного ряда, но так как у меня маленький образец, я провязала просто ряд из столбиков без накида. Теперь приступаем к самому узору. Начинаем мы узор с провязывания полустолбиков с накидом. Для того, чтобы у нас был красивый переход между рядами, я вам советую провязывать ложный полустолбик с накидом. Сейчас покажу, как это делается. Вот это наша петелька первая следующего ряда. Сюда мы вводим крючок с изнаночной стороны и подхватываем нашу рабочую нить, протягиваем ее на изнаночную сторону. Протянули. Желательно, чтобы такой вот хвостик подлиннее был. Рабочая нить у нас также с изнанки. Теперь вводим крючок уже с лицевой стороны обратно в эту же петельку. Вытягиваем, провязываем. Вот это наш ложный полустолбик с накидом. Теперь переходим к провязыванию самого рисунка. Воздушная петля, накид. И в эту же петлю, в которую мы провязывали ложный столбик, мы вводим крючок и вытягиваем петельку. Теперь у нас на крючке три петли. Мы их не провязываем. Дальше делаем накид. В следующую петельку вводим крючок, вытягиваем. И еще раз делаем накид. И еще в следующую, это уже третья наша петелька, вводим крючок, вытягиваем. Теперь мы провязываем все вместе. Это наши три полустолбика с накидом в одну петлю. Мы провязали. Делаем воздушную петельку. Главное не потерять. Воздушная петля. И обратно у нас будет накид. Петельку, в которую уже провязывали. Вводим крючок, вытягиваем. Накид в следующую петлю. Еще раз накид. И еще раз в следующую петельку вводим крючок. Провязываем через все петельки. И делаем воздушную петлю. Так мы провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас должны быть вот здесь первая петелька, вот здесь вторая. И вот она, наша третья петелька. Сейчас покажу, как мы заканчиваем ряд. Довязали ряд практически до конца. Вот смотрите, у нас остается вот сюда один полустолбик с накидом, вот сюда второй. И вот он, третий, с которого мы начинали наш ряд. Поэтому провязываем. Один, второй. И третий у нас готов. Сюда мы уже провязываем. Вот она, наша петелька, в которую мы вводим крючочек. И затягиваем весь наш ряд. Переходим ко второму ряду. Для этого нам нужна петля подъема. Одна воздушная петля. Также мы вот его закрепили. Этот наш предыдущий ряд. И теперь там, где у нас были воздушные петельки, где мы провязывали в предыдущем ряду, вот сюда под арочку мы провязываем два столбика без накида. Вот он. Один, второй. Вот он, следующая наша воздушная петелька. Вот она под арку. Один, два. И так до конца ряда. Довязали ряд с нашими столбиками без накида до конца. Вот она, начало ряда. Сюда мы вводим крючочек и соединительной петелькой соединяем наш ряд. И снова переходим к провязыванию полустолбиков с накидом. Следующий ряд мы начинаем с ложного столбика, полустолбика с накидом. Для этого вот наша петелька, которая была соединительная. Вот она, наша рабочая нить. Опять-таки вводим крючок уже в эту петельку, из которой у нас выходит наша рабочая нить. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вводим крючочек обратно сюда же. Вытягиваем, провязываем и воздушная петелька. Дальше накид и пошли как в первом ряду. Один, второй, третий. Провязали вместе. Воздушная петелька и обратно. В эту петельку накид. В эту петельку накид. И еще в одну петельку. Провязали вместе и так до конца ряда. Последние у нас будут здесь и здесь полустолбики с накидом. И вместе с этой петелькой провязываем вместе. Дальше у нас будет воздушная петля подъема. И вот сюда, в эти арки, провязываем по 2 столбика с накидом. Всегда у нас должно быть одинаковое количество вот этих вот столбиков без накида. В каждом ряду. Вот так вот выглядят 4 ряда узора. Выглядит это все очень красиво. В сумках особенно будет красиво смотреться данный узор. Спасибо всем за внимание. Надеюсь я была полезна. Как всегда прошу поставить лайк. Если что-то интересно, переходите на мою страницу в инстаграме. Она будет в описании к этому видео. Всем пока!